Приветствую вас! Исходя из того, что я увидел, я могу сказать, что вы сами отталкиваете мужчин от себя. А на фотографии, которую вы опубликовали в разделе эзотерики, видно, что у вас скрещены ноги. Это означает, что вы боитесь близости, в том числе и интимной близости. А это означает, что в детстве вам была дана установка не сближаться с мужчинами, либо, соответственно, это имеет место быть защитный такой механизм. Отсюда вполне может быть у вас и пока вот одежда на первой фотографии, которую вы опубликовали в разделе психологии, вот. То есть, соответственно, речь идёт о модели поведения, о модели женского поведения, которую вам, к сожалению, нужно менять, если вы хотите, ну, если вы хотите что-то делать. Если вы хотите что-либо в своей жизни изменить действительно. Вот. То есть, модель женского поведения, её нужно менять. Соответственно, если у вас желание это делать, то всё получится. Если желания этого делать у вас нет, то, боюсь, боюсь, тут будут проблемы. Конечно, важный важный момент, да. Хотите ли вы, чтобы это сделали для вас, то есть, хотите ли вы, чтобы кто-то сказал, что у вас всё само собой наладится. Или вы готовы сами, в общем-то, принимать непосредственно участие в том, что происходит с вами и сами что-либо делать с этим. Как психологи мы можем вам в этом помочь, как психологи мы можем вам помочь с налаживанием модели женского поведения, как психологи мы можем помочь вам разобраться с вашими страхами, с вашими переживаниями, с вашими сложностями, проблемами и так далее. Вот. Но только если вы этого сами хотите. То есть, если у вас есть желание, то помочь вам можно. Вот если желания, например, нет, или если вы как-то, ну, считаете, что ещё раз всё должно происходить, грубо говоря, без вашего участия. Вот. То в таком случае, конечно, ситуация будет гораздо сложнее и помочь вам тоже будет сложнее. Ну, вот, на данный момент, то, что я вижу, да, на данный момент, это вот, значит, то, что вы отталкиваете мужчин своими поступками, своими словами, своими действиями, может быть, и так далее. Вот. Я полагаю, что это то, что вы делаете. К сожалению. И причины этого, безусловно, есть. Причины этого, безусловно, имеется. Вопрос в том, что это за причина. Вопрос в том, хотите ли вы эти причины узнать. Хотите ли вы сделать так, чтобы они вас больше не беспокоили. Вот. Но это уже зависит исключительно от вас. То есть от того, какое направление вы выберете для, грубо говоря, помощи себе. То есть если вы выбираете психологическую помощь, то это работа над собой, в первую очередь. Это работа над своими страхами, над своими трудностями, над своими переживаниями, над своими какими-то негативными установками. И, соответственно, если вы гопробует, то все это можно будет подкорректировать. Но если нет, тогда вы будете, наверное, надеяться на помощь эзотериков, которые могут, может быть, помогут вам, если помощь, грубо говоря, подойдет. Или не помогут вам. Если помощь, грубо говоря, не пройдет. А психологическая помощь в этом плане более универсальна, она пройдет всем. Просто личина такого, знаете, разброса. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого-самого-самого доброго и удачи. Спасибо.